Накануне партия «Патриоты России» в Чувашии выдвинула своего кандидата на должность главы Чувашии, 39-летнего Олега Матвеева, депутата Чебоксарского районного собрания. Он также подал документы в Центр избирком республики. Конференция состоялась и в региональном отделении партии пенсионеров России. Ее кандидат на пост главы Чувашии – 67-летний Николай Степанов, лидер регионального отделения партии. Продолжается голосование по поправкам в Конституцию России. Напомним, избирательные участки работают с 8 до 20 часов. Кроме того, организованы и работы выездных бригад. Они дежурят по графику в разных микрорайонах. Избирательные участки расположены в школах, дворцах культуры, других учреждениях. Особое внимание – соблюдению санитарных требований для безопасного голосования. Члены избирательной комиссии измеряют температуру, предоставляют маски и перчатки. Первое, что я хочу сказать, это выразить, конечно же, благодарность Центру избирком и членам избирательной комиссии, которые создали такие безопасные условия для проведения столь масштабного мероприятия. Что касается поправок в Конституцию, то еще на стадии их обсуждения, в последующем опубликования, естественно, их поддержал. Что касается, представляя отрасль здравоохранения, хочу отметить, что государство действительно стало более социально ориентированным, гарантирует доступную и качественную медицинскую помощь, причем за нее отвечают уже все субъекты от федеральной и региональной власти, но и органы местного самоуправления. Главное, что государство создает необходимые условия для ведения здорового образа жизни, ну а наша основная цель – сформировать у населения культуру ответственного отношения к своему здоровью. Только сопоставляя такие моменты, можно улучшить наши медико-демографические показатели. Я думаю, наши земляки, конечно, откликнутся и активно поддерживают те поправки, которые обсуждались в стране и внесены в проект будущей обновленной Конституции Российской Федерации. Одна из главных поправок в Конституции касается института семьи и поддерживает традиционные ценности брака, как союза мужчины и женщины, политику, направленную на поддержку детства. Отдельные статьи посвящены защите суверенитета и территориальной целостности государства, сохранению культурного наследия и обеспечению исторической правды. Человека для меня очень важная поправка относительно поддержки детей, воспитания у них патриотизма, бережного отношения к своим родителям, к старшему поколению. Я хотел бы отметить, наверное, одно из важнейших положений конституционных изменений – это историческая правда. Посмотрите, что сегодня происходит. И мы должны сделать все, чтобы никто не покушался на наши идеалы. Это очень важно. Жители также голосуют по объектам благоустройства дворовых территорий. Прилагается и перечень проблем, которые, по мнению горожан, необходимо решить в первую очередь. Чтобы не создавать скопление людей на участках для голосования, организован объезд мобильными группами дворовых территорий. Кроме того, у малосильных граждан есть возможность бесконтактного голосования на дому. Евгений Романов, Игорь Зверев, Андрей Спиридонов. Республика.